Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня 22 апреля и вы смотрите девятый выпуск программы Утренний Соловей. День сегодня дивный, по крайней мере, в Москве. И новость, с которой я хочу начать, в общем, выглядит хорошей. Подчеркну, выглядит. Это не означает, что она уж является такой хорошей на самом деле. По всей видимости, после майских праздников власти все-таки будут смягчать режим так называемой самоизоляции. Они вынуждены это делать по двум причинам. Во-первых, из-за очень серьезных экономических проблем, которые возникают. И во-вторых, из-за того, что эти экономические проблемы, то есть невозможность работать, вызывают очень серьезное социальное и политическое напряжение. Эта новость хорошая, потому что мы хотя бы отчасти сможем избавиться от того давления и стресса, который на нас оказывают и средства массовой информации, и административный и полицейский контроль. Но оборотная сторона этого, это будет постепенное смягчение режима. Это не означает, что формальный режим самоизоляции будет отменен, но постепенное смягчение. По крайней мере, для работающих людей, для предприятий, для мелкого и среднего бизнеса. Так вот, оборотная сторона всего этого состоит в том, что на самом деле это не будет означать, что эпидемия пошла на спад. То есть у нас как раз будет начато смягчение режима в тот момент, когда она будет находиться, эпидемия коронавируса в своей самой высокой точке. И справляться с эпидемией будут посредством исправления статистики. Статистика покажет, что у нас все обстоит не так уж и плохо, и раз президент велел поскорее пройти пик эпидемии, то вирусы послушались, и пик эпидемии уже остался позади, и мы вышли на плато. Это как раз прекрасная возможность порассуждать о том, о чем я вам и обещал рассказать, о манипуляции, о том, как масс-медиа манипулирует общественным мнением. Но сперва буквально пара фраз о том, что такое манипуляция вообще. Манипуляция это скрытое влияние на человека или группу людей психологическими средствами. Обратите внимание на обе стороны этого определения. Во-первых, влияние скрытое, во-вторых, это влияние психологическими средствами. То есть, если вы понимаете, что вами манипулируют, это уже совсем другая история. Ее развитие зависит от того, как вы на манипуляцию отреагируете. Вы можете попытаться начать собственную манипуляцию, тогда это уже превратится в психологическую игру. А можете получать удовольствие от манипуляции. Очень часто можно получать удовольствие в том случае, когда вам говорят, какая вы замечательная, красивая девушка или умный, прекрасный мужчина, какой вы замечательный начальник. Вы можете знать, что это неправда, что вами пытаются манипулировать, но тем не менее, это не мешает вам получать наслаждение, удовольствие. Знаете, даже самые умные люди подвержены лести. И что касается психологических средств. Манипуляции это то, что делают посредством слов, звуков, изображений. Иногда посредством невербальных, невербальных способов влияния, о которых я буду рассказывать, то есть тех способов, которые находятся за пределами слов, собственно говоря. Об этом я буду рассказывать отдельно. Если вас бьют по голове бамбуковой палкой и по плечам, то это не манипуляция. Это принуждение. А вот если вам говорят, что если ты такой, такой, ты вещи не сделаешь, это тоже не манипуляция, это будет принуждение, преневоливание, но которое может нести элементы манипуляции. Очень важный вопрос, который часто задают, потому что само слово манипуляция, оно вызывает негативные коннотации. Это скверно, плохо, это обман. Знаете, я хочу вам посоветовать смотреть на это гибче и шире. Не всякой манипуляции плохо. И более того, манипуляция, она встроена в структуру наших социальных отношений и нашей жизни. Без нее мы просто не сможем обойтись. Очень часто манипуляция это инструмент, с помощью которого слабые, да, именно слабые, пытаются защитить свои интересы. И если вы обратите внимание, то манипуляции чаще всего и умелее всего пользуются именно женщины. Они слабее мужчин, так уж сложилось в процессе эволюции. Они прибегают к манипуляции, в то время как мужчины чаще всего прибегают к открытому, я бы сказал, к неприкрытому давлению. Поправдана ли манипуляция? Да, она оправдана в тех случаях и очень часто, когда вы сможете заменить таким образом принуждения и угрозы. Одно дело, когда вы говорите собственным детям, конечно, может быть вам не приходилось этого делать или у вас нет детей, что если ты там не выполнишь такое-то задание, не справишься с такой-то работой, не уберешь в комнате, то ты будешь наказан. Это очень часто произносит отец. Еще он может показать кончик отцовского ремня. А вот женщина чаще всего поступит иначе. Она скажет, ну дорогой, ну ты же хочешь мороженого? Или там получить кусочек тортика? Ну вот, пожалуйста, ты вот справься с этим заданием, и тогда тебя ожидает вознаграждение. Это уже будут манипуляции. Что лучше? Ну, мне кажется, что в данном случае манипуляция лучше, чем угрозам, чем принуждения. В прошлом выпуске, в восьмом, я уже отчасти рассказывал о том, какие приемы и техники используются в манипуляции. Я вам назвал два. Первое, это контраст, сравнение. Это очень распространенный прием. И второе, когда я вам рассказывал о нагнетании страха, с помощью страха тоже создается контраст. Это так называемая пугающая альтернатива. Нас пугают, средства массовой информации, с тем, чтобы мы сделали определенный выбор. Нам говорят, посмотрите, как на Западе все ужасно плохо, там беспорядок, там геи гоняются за добропорядочными гражданами и тому подобное. И на этом фоне Россия должна выглядеть чем? Оазисом консервативных ценностей, стабильности и благополучия. Пусть даже в экономическом отношении она отстает. Вот пугающая альтернатива, это такой прием. На чем вообще основана сама принципиальная возможность того, что масс-медиа, СМИ способны манипулировать людьми? В первую очередь на том, что мир современный, я тут использую такой термин профессиональный, медиатизирован. То есть мы не воспринимаем с вами мир социальный, политический, культурный сам по себе. Мы его воспринимаем, смотрим на него через очки и средства массовой информации. Собственно говоря, если у вас даже на улице происходит какое-то важное событие, вы об этом как узнаете? Вы вряд ли будете свидетелем, что там на улице, даже в вашем собственном доме, в вашем подъезде. Вы вряд ли будете свидетелем этого события, шансы крайне невелики. Вы о нем узнаете из чего? Правильно, вы о нем узнаете из социальных сетей или из традиционных СМИ. То есть мы смотрим на мир через вот эти вот очки, которые нам предоставляет медиа. А раз они нам предоставляют очки, то они способны на эти очки надевать фильтры и менять фильтры. То есть медиа определяют, что нам показывать или куда нам смотреть. И главное, как нам смотреть. Будут это розовые фильтры или наоборот это будут черные мрачные фильтры. То есть мы вынуждены предоставлять медиа возможность формировать наш взгляд на мир. Открываем для них такую возможность. И это, к сожалению, неизбежно. Причем имейте в виду следующее обстоятельство. Есть такая замечательная русская поговорка. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. И это как раз ключик к пониманию эффективности телевидения. Дело в том, что когда люди смотрят и видят. Вот они смотрят, не просто читают или слушают. Они видят репортаж или некую наличкую передачу. Особенно это важно примитивно к репортажу. У них бессознательно возникает ощущение. Этот эффект изучался. Он многожды описывался. Возникает ощущение, что это происходит на их собственных глазах. То есть это придает достоверность. Кстати, я думаю, что вы не раз встречались в дискуссиях с такого рода аргументом. Но я это же сам по телевидению видел. Вот смотрите. Это звучит наивно. Но на самом деле для многих людей этот аргумент, внутренний аргумент, все еще убедителен. Они полагают, что раз это произошло на их глазах, то есть они увидели. То это произошло на самом деле. И вот этим, кстати, эффектом самообмана телевидения очень успешно пользуются. В чем еще? Я просто почему говорю о телевидении? Потому что я вам обещал в восьмом выпуске, вот в этом, в девятом, рассказать именно о том, на чем Сила ТВ основана. Так вот, в чем еще преимущество телевидения по сравнению с социальными сетями? Вы можете уже увидеть какие-то видеозарисовки, клипы в социальных сетях. Но они производят впечатление, ну и не только впечатление, сделанных зачастую кустарно или довольно скучных. Если это не какой-то выхваченный эпизод чего-то яркого, там драки, какого-то столкновения, конфликта. А что делает телевидение? Телевидение нам показывает не реальность через призму своих телекамер, оно нам показывает истории. Потому что любой телевизионный сюжет, любой репортаж, особенно в рамках новостных программ, это история. Это небольшая, это мини-история. С завязкой, с кульминацией, с развязкой. И люди любят истории. Люди любят законченные истории. Таким образом, те люди нам предлагают целый пакет набора этих историй. Естественно, построенных по определенному лекалу, препарированных соответствующим образом. И это усиливает эффект. Потому что истории нам нравятся. И истории, которые закончены, пусть это микроистория, у нас больше доверия, чем просто неким фрагментам. Фрагменты «Нас могут ошарашить», которые мы видим, допустим, на Ютьюбе, так называемая гражданская журналистика их предоставляет в большом обилии, в большом количестве. Они нас могут ошарашить, но они не ведут к какому-то выводу. Вот здесь очень важно. Цель манипуляции, и телевизионной, в том числе, подтолкнуть человека к выводам. ТВ за нас выводы не делает. Высший пилотаж — это сформировать такую картинку, настолько убедительную, чтобы люди сами пришли к определенным выводам. И вот эти репортажи истории, они как раз нас подталкивают в совокупности к определенным выводам. И, наконец, третье обстоятельство, которое обуславливает влияние и силу телевидения. Телевидение — это калейдоскоп. Вам что-то сообщают, затем следует новое сообщение, и вы не успеваете подумать о том, что в предыдущем сообщении была логическая ошибка, была неточность. Вы просто не успеваете об этом подумать. У вас нет времени, потому что этот поток телевизионный несет вас. Соответственно, у вас остается след. Нет, что-то у вас, конечно, может зашевелиться в уголке сознания, но что-то тут не так. Но вы не успеваете осмыслить и понять, что же именно не так. Как говорилось в одном романе, очень популярном в советскую эпоху, «Все сметено могучим ураганом». Ну, я это перефразировал. Обратите внимание, что труднее всего людьми манипулировать через печатный текст. По очень простой причине. Когда вы читаете, у вас есть какая возможность взять и это отложить в сторону. Задуматься. А когда вы смотрите телевизор, обратите внимание, даже если вы его не смотрите, он у вас работает фоном. Это очень важно. Мы сейчас в основном потребляем новостную информацию из ТВ, не осознанно, то есть глядя новости, а таким побочным способом. Мы с вами сидим на кухне, в гостиной там едим, беседуем с гостями. Это сплошь и рядом происходит. И фоном бубнит ТВ. Так вот, я хочу сказать, что это очень эффективный способ манипулирования. Телевизионщики это прекрасно знают. Какая окольная подача информации. Не напрямую, а именно обиходными путями. И осадочек-то у нас в сознании остается, поверьте. Именно поэтому, что телевидение способно так влиять на людей, я и говорил в прошлый раз, что оно не для умных людей. Оно оглупляет даже тех, кто от природы совсем не глуп. И сейчас, по традиции, небольшой фрагмент для чтения, домашнее чтение. Называю я это для себя. Но в этот раз это не Синека, в этот раз это Библия. Это Новый Завет. И почему? Не потому, что только что праздник Святой Пасхи состоялся. А по другой причине. Это имеет прямое отношение к теме моего рассказа. Это фрагмент, где рассказывается о манипулировании. Это четвертая глава, параллельное место в Евангелиях от Матфея и от Луки. Вот послушайте, пожалуйста, внимательно. Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там сорок дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал. И сказал ему дьявол, если ты сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом. Вот вам, пожалуйста, пример манипуляции. Если ты настоящий пацан, возьми камень и брось его в окно. Иисус сказал ему в ответ, написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким Словом Божиим. Манипуляция продолжается. И возвед его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени. И сказал ему дьявол, тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое. Обратите внимание, мне кажется, эта кульминация, вот в данном сюжете, самая сильная манипуляция, это попытка соблазнить властью. Иисус сказал ему в ответ, отойди от меня, сатана. Написано, Господу Богу твоему поклоняйся, ему одному служи. И повел его в Иерусалим, и поставил его на крыле храма, и сказал ему, если ты сын Божий, бросься отсюда вниз. Ибо написано, ангелам своим заповедает о тебе сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею. Иисус сказал ему в ответ, сказано, не искушай Господа Бога твоего. И окончив все искушения, дьявол отошел от него во времени. Вот что в этой истории интересно, она описывает серию искушений последовательно. И как поступает Иисус? Он вступает с искусителем в конфронтацию? Нет. Он пытается перейти к встречной манипуляции? Нет. Почему он этого не делает? Потому что если он вступит в конфронтацию, если он перейдет к встречной манипуляции, у него наверняка была бы такая возможность, то тем самым он бы оказался на одном уровне с искусителем. То есть он попал бы в манипулятивную ловушку. Иисус показывает пример отношения к изощренной манипуляции. Лучше всего из нее выскользнуть. Я расскажу вам в следующих выпусках о том, как реагировать на манипуляции. А сейчас я хочу поблагодарить вас за то, что вы были со мной. Я остаюсь с вами. Я очень прошу вас, берегите себя, своих родных и близких. До новых встреч. И напоминаю тем, кто хотел бы присоединиться к моей онлайн-лекции 30 апреля, что ссылка на лекцию находится внизу, в описании ролика. Спасибо вам большое еще раз и до встречи. Продолжение следует...